Что происходит с нами в обычной жизни? Мы живем, ходим на работу, занимаемся спортом, отдыхаем с друзьями, не задумываясь о том, что все эти обычные для нас действия не стоят особых усилий. Нужно просто преодолеть собственную лень. А если у вас вдруг сломалась нога, как добраться до офиса? Если вдруг пропал голос, как выразить свои эмоции? Если окружающий не понимает, какой вы на самом деле, и отворачивается, что делать? Эти ситуации ставят нас в тупик. Но есть люди, для которых проехать пару остановок или пробежать 100-метровку, или просто пройти спокойно по улице – всегда проблема. Проблема, которую они решают. По-своему. Ведь они такие же, как все. Раз в несколько лет самарские сурдопереводчики повышают квалификацию. Очередную ступень вверх по языковой лестнице преодолели два десятка работниц социальных служб. Совершенствоваться в русском жестовом языке для них – профессиональная необходимость. Время идет, появляются новые слова, термины и понятия, и новые жесты, которые им соответствуют. Раз в пять лет мы проводим курсы повышения квалификации для того, чтобы наши сурдопереводчики не отстали от жизни, для того, чтобы они познавали новое и несли это новое в массу инвалидов по слуху. То есть для того, чтобы политические какие-то вопросы, на телевидении, какие-то информационные передачи переводить, необходимо знать новый жест. А где взять обозначение нового жеста? Только тогда, когда пригласишь специалиста, который преподает, который знает, как это делается. Очень жаль, что у нас в Самаре не проходит обучение. И приходится нам из Москвы все-таки приглашать преподавателя для того, чтобы обучить наших переводчиков. Повысить им квалификацию. Приглашенный педагог Людмила Осокина – директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих. Именно она ездит по стране, чтобы обучать и переобучать сурдопереводчиков. Кстати, такая возможность совершенствоваться есть не во всех регионах. За 2013-е Людмила Михайловна посетила Якутию, Красноярск, Иркутск, Томск и Самару. В нашем регионе группа ей досталась смешанная. Одна ее часть – совсем новички. Они только-только начинают работать с глухими и еще совсем не умеют с ними взаимодействовать. Соответственно, изучают базовый уровень – жестовый язык как средство общения. На базовом уровне только жестовая лексика, слово «жест». И вся теоретическая основа, связанная с жестовым языком. Нельзя начинать переводить, если у вас нет жестового словарного запаса. Поэтому это у нас первый класс, базовый уровень. Вторая часть группы с неслышащими работают и основы языка знают давно. Они повышают уровень своей квалификации, изучают современные технологии сурдоперевода. Они должны знать все последние лексические тонкости на таком уровне, чтобы суметь, к примеру, синхронно перевести обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Потому и тематика занятий весьма и весьма серьезная. Социально-правовая защита – это область культуры, это экономика и финансы, это политическая деятельность, государство и право, и политика. Ну, это самое трудное, самое сложное. Все обучающиеся работают в социальных службах города и области. Они ежедневно помогают глухим в самых разнообразных вопросах – бытовых, медицинских, правовых. Татьяна Потапова освоила новый для себя язык уже давно – 10 лет назад. Говорить на нем ей приходится часто, чтобы решать любые возникающие у неслышащих и соклинцев проблемы. Татьяна признается, у нее уже и родня втянулась в изучение жестов. На территории нашего района проживает около сотни людей с ограниченными возможностями, а именно с проблемами слуха и речи. Поэтому нам нередко приходится представлять интересы и переводить в структурах, в различных структурах. Это и в ЖКХ, и даже бывает и в прокуратуре, и в органах власти. Как раз такие насущные слова и понятия, как «жилищно-коммунальное хозяйство», говорят сурдопереводчики и являются для изучения самыми сложными. Однако в скором времени их предстоит выизубрить многим. Русский жестовый язык получил статус «государственного», а значит, его должны будут знать и медики, и полицейские. В каждом вузе появятся факультативы по обучению азам языка жестов. Пока же ведется работа в направлении подготовки педагогов, которые будут вести подобные занятия. В число этих преподавателей, скорее всего, и войдут переводчики, прошедшие переквалификацию. Это книги «Краеведческий эксклюзив». Такие региональные издательства не выпускают. Они предназначены не для глаз обычных читателей, а для рук незрячих. Ознакомиться с уникальными изданиями можно в областной библиотеке для слепых. Именно здесь занимаются такими книгами. В рамках областной целевой программы «Доступная среда». Здесь уже год реализуется проект изготовления крыльеведческих книг для библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих лиц. Он ведется по четырем направлениям. Первое – говорящие крыльеведческие книги. Их записывают в библиотечной студии звукозаписи. Над каждой корпит несколько человек. Уже выпущено 8 аудиокниг о Самаре, от писателей-самарцев и про знаменитых земляков. Барбушина поляна. Так поляна называлась издавна по имени одного из казацких атаманов знаменитой Жигровской волныцы Богдана Барбушина. Алина Безинских. «Русское чудо» родом из Октябрьской. «Русское чудо» – так назвала его Галина Вишневская. Уникальный голос российского оперного певца Алина Безинских. Один из озвученных авторов – Андрей Грачев, написавший «Афганские былинки» и «Желтая дама». На презентации он присутствовал вместе с супругой. Изучал навехонькие издания других авторов и направлений. Смотрите. Слон? Это слон. Вот он, слон. Вот он уже большой, старый слон со складками и твердо у него кожа. Знаете, узнать легко можно. Эта книга тактильная, детская. В таких предметы и герои исполняются максимально реально в разных подходящих на ощупь материалах. Цель – дать маленькому незрячему человечку понятие об окружающем мире и том, что он не может потрогать в обычной жизни. Вряд ли малышу удастся ощутить на ощупь льва или бобра. А вот тактильная книга в этом ему поможет. Ребенок зрячий, он смотрит массу мультфильмов, всяких книжных рисунков, чего-то еще. А у незрячего ребенка только словесное представление. Притом не все далеко родители позволяют ребенку трогать все, что он хочет. Даже то, что можно потрогать, многие, к сожалению, ограничивают деятельность своего ребенка, что нельзя делать, во всяком случае. Ну, а тактильная книга, она позволяет нам ну, все-таки каким-то образом ребенку дать представление об окружающих. Таких книг пока еще немного, но их делают уже не только в библиотеке, а уже и силами волонтеров-партнеров. Например, учащихся 12-й школы, студентов областной академии культуры и искусств, училища культуры. Для них проводились специальные мастер-классы по изготовлению тактильных сказок. И первые результаты уже налицо, точнее, на ощупь. Эти книги, конечно, не будут выдавать на дом, их слишком мало. Да и истрепать такие уникальные издания можно быстро. Однако нуждающимся в них детским рукам они будут доступны. Будут проводиться индивидуальные занятия с детьми с глубокой патологией зрения. Мы будем взаимодействовать активно с садиком, в котором есть дети с глубокой патологией зрения. И надеемся, что с нами будет сотрудничать активно областная глазная детская больница. Потому что именно там выявляются дети с глубокой патологией зрения. И именно там самое лучшее место, где с родителями таких детей можно будет контактировать, и можно будет и первые занятия провести, и потом договориться о дальнейших занятиях. Для развития ребенка это очень важно. Из гипса и эпоксидной смолы отливались рельефы на планшетах, посвященные самарским памятникам. Это еще одно направление проекта. Их авторы сначала фотографировали объекты, потом отрисовывали и отливали их в гипсовых формах, а затем снова изменяли, чтобы придать максимальное сходство. С помощью этих рельефов незрячие жители губернии смогут представить, как выглядит монумент славы, памятник Кириллу и Мефодию, Василию Чапаеву и семье Володичкиных. Доступны людям с нарушениями зрения теперь и карты районов губернии в рельефно-графическом исполнении. Они вместе с рельефно-точечными текстами и аудиозаписями входят в кривейческие буклеты для незрячих, также изданные в рамках проекта. В его значимости для людей с инвалидностью по зрению нет и тени сомнений. Им ведь, как и всем, нам хочется наслаждаться любимой книгой, знать, как выглядит животное, предмет или памятник, ориентироваться на родной земле и видеть, хотя бы в собственном воображении, мир вокруг. Интеллектуальная игра, доступная каждому. Шахматы. Для них нет ограничений ни по возрасту, ни по физическим возможностям. С 2002 года в организации инвалидов-колясочников Десница работает клуб «Белый ферзь», объединяющий любителей этой игры. Уже стали традиционными командные турниры. Девятый состоялся в самом конце 2013-го в 54-й Самарской школе. Мы ежегодно проводим два турнира. Один на Кубок Десницы, один личного первенства. Регулярно проводятся турниры по телефону, регулярно проводятся турниры по решению шахматных задач. Ветераны-инвалиды, которые участвуют в этих турнирах, всегда очень тепло отзываются об этом. А члены шахматного клуба, ну они не часто, но собираются у нас в Деснице, начиная от обсуждения проблем работы клуба, ну и кончая вопросами, а что нужно сделать новое, чтобы было интересно. И в этот раз новым стали живые шахматы в исполнении местных школьников. Поначалу ребята терялись на клетках большого поля, но быстро освоились, помогали друг другу ориентироваться в черно-белых лабиринтах. Как раз такие качества, как взаимопомощь, человечность, отзывчивость и воспитывают в учениках на совместных с Десницей мероприятиях. Шахматный турнир не начало, а уже продолжение давнего сотрудничества, даже и не сотрудничества, а скорее дружбы, между общественной организацией и образовательным учреждением. Я считаю, что это очень важно, приобщать детей к такому виду деятельности. Это важно как для нас, так и для них, и поэтому это все не случайно. Важно чем? Чему дети ваши могут научиться в ходе таких мероприятий? Добрую пониманию других людей. Это вещь совершенно не лишняя в нашей жизни. В живые шахматы посчастливилось сыграть Алексею Беликову. Его научил черно-белому спорту папа, когда сын еще не ходил в школу. В свой первый шахматный кружок в клубе юных техников Алексей пошел в 6 лет. Не прервалось увлечений и во время учебы на мехмате, ни уже во время работы. Шахматы зацепили на всю жизнь своей интеллектуальностью, состязательностью и возможностью встретить интересных людей. Немаловажный фактор, может быть, даже это в наибольшей степени важно. Как-то, ну, люди интересные общаются, по крайней мере, для меня. То есть вот там я с одноклассниками, ну, буквально с одним, с двумя поддерживаю взаимоотношения. Даже с тем, с кем вот заканчивал вместе университет, ну, тоже есть, ну, меньше. То есть, грубо говоря, их всех вместе раз в пять меньше, чем шахматистов, с которыми я по-прежнему в дружеских отношениях и так или иначе общаюсь. То есть это в каком-то смысле, ну, просто и круг моего общения. То есть вот летом вот традиционно проводится у нас фестиваль «Жигулевские просторы». Ну, вот мы там по традиции участвуем не столько ради даже как-то там, чего это там, а общения в первую очередь. Турнир продолжил сеанс одновременной игры. Только не со Стапом Бендером, конечно, а с самым настоящим шахматным профи. Мастер Фиде, председатель комиссии по спортивной этике Федерации шахмат Самарской области, Олег Безман играет с трех лет. Вырос в шахматной семье, с детства и всю дальнейшую жизнь так уж вышла, окружен людьми увлеченными, причем профессионально, этой игрой. Шахмат сами по себе – это игра для всех. Причем это не зависит от возраста, пола, любого. Вы понимаете, в любой части мира любой человек может ими заняться и играть. Дело в том, что шахматы в себе, скажем так, аккумулируют сразу несколько наук, и вот этот вот конгломерант, он, в принципе, просто не встречается в природе вообще. То есть это наука, это искусство, это спорт, вот, это все, что угодно. То есть, и самое главное, что, ну, правда, компьютеры сейчас немножко могут сказать по-другому, но, тем не менее, это все-таки бездонная бочка. Человек может развиваться вечно. Уже не шахматными, а другими своими умениями разнообразили турнир ученики школы. Две сестры-семиклассницы, Евелина и Ангелина, продемонстрировали искусство владения холодным оружием. Шестиклассник Валера Кичигин подзадоривал соревнующихся самой, что ни на есть, спортивной песней. Приемами защиты от разных видов оружия удивили юные участники секции рукопашного боя «Ясты». Их девиз – «Мы не учимся драться, мы учимся защищать себя и своих близких». Как всегда, награды для победителей турнира – медали и переходящий кубок. А еще то, что останется у всех участников, независимо от занятого места. Спортивный азарт, интеллектуальное удовольствие и еще одна возможность общения с друзьями по шахматной доске и по жизни и подрастающей сменой, которая после такого опыта уже не будет видеть границ между людьми с разными возможностями. Он словно дважды родился, дважды начинал жизнь с нуля. В обычный, как у всех, день рождения в крестьянской семье 90 лет тому назад и после того, как потерял зрение. Во время Великой Отечественной на Курско-Орловской дуге под Полтавой, когда командовал пулеметным взводом 13-й гвардейской дивизии. После чего был награжден двумя орденами первой степени и медалью за боевые заслуги. В честь юбилея Василия Георгиевича Северина в Центре социальной адаптации инвалидов по зрению областная библиотека для слепых собрала его друзей, коллег, воспитанников, которые знают его уже по второй послевоенной жизни. Потеряв зрение, Василий Георгиевич закончил 10-11 классы школы, педагогический институт и начал обучать ослепших в госпитале ветеранов войны. Затем стал заведующим отделом литературы слепых в областной публичной библиотеке и сумел на этой должности сделать так, чтобы рельефно-точечные издания были доступны всем желающим. После был постдиректор трикотажного комбината имени Кирова и заместитель председателя областного правления общества слепых. Василий Георгиевич сделал многое из самого насущного, самого необходимого для инвалидов по зрению. Решал вопросы строительства жилья, трудоустройства всех без исключения, кто к нему обращался, занимался воспитательной и спортивно-массовой работой. Татьяна Свинухова до тех пор прекрасно помнит, как папа, так его раньше называли подопечный, провожал и встречал их школьную команду по спортивной гимнастике на каждых соревнованиях. Слово настоящий отец, заботился о них и уже во взрослом трудовом периоде жизни. Он сам инвалид, но настолько нас, инвалидов, перствовали, настолько вот они, вот он и Царство Небесное была у нас директор такая, Анастасия Николаевна Гончарова, они нам давали путевку в жизнь. Вот я тоже инвалид, что бы я могла? Я бы ничего сама не могла, если бы не наше общество, если бы не такие люди. Поэтому мы ему благодарны, мы ему низко кланяемся. И так хорошо, что он живет, и дай бог, чтобы он еще жил, и по возможности был здоров. Юрий Неупокоев тоже помнит, как общался с Василием Георгиевичем еще в школе. И далее на протяжении долгих лет. У них сложились рабочие и дружеские отношения длиной в полвека. О таких людях обычно говорит человек с большой буквы. Во-первых, у него феноменальная память до сих пор. Он знает многих инвалидов, знает каждого, знает его какие-то проблемы до сих пор. Вот это его чуткость, внимание по отношению к людям, к незрячим. Вот это его такая вот, пожалуй, главная черта. Такие чисто человеческие качества. Ну и он продолжает до сих пор интересоваться жизнью общества, задает вопросы, как у Вас там дела. Череда поздравлений, запланированных по сценарию и спонтанных. Чуть ли не каждому есть за что поблагодарить Василия Георгиевича. Он тоже благодарит всех за добрые слова. Каждый раз привстает, говорит спасибо. Поздравления принимает рукооборку с супругой. Они прожили вместе 42 счастливых года. Благодаря таким людям, как мой муж, мы сейчас живем, работаем, учимся. Формула его жизни была такая. Это работа и семья. И большая любовь к людям. Вот о нем есть книга «Они защитили свет». Там про него есть рассказ. Называется «Любовь к людям». Автор назвал «Любовь к людям». И действительно, это красной строкой проходит по всей жизни. Его любовь к людям. Про него говорят. Этот человек сотворил 30 лет истории местного общества слепых. С 1957 до 1997 года. А история в данном случае – это не даты и не факты. А сотни судеб, инвалидов по зрению, которым Василий Георгиевич без преувеличения дал путевку в жизнь. Я счастлив. Счастлив потому, что меня окружали замечательные люди, которые здесь присутствуют, которые обо мне так много говорили, вероятно, больше, чем я заслуживаю, но я им поклоняюсь, я им благодарен, потому что я прошел по жизни, когда меня окружали только прекрасные люди. Прекрасные, где бы я ни работал. В нашем обществе не должно быть границ для творчества, для общения, для жизни. Мы сами придумываем их и способны их разрушить. Ломайте стереотипы, стирайте различия, переходите границы своих возможностей вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова